Начинаешь верить, что чудеса существуют, когда слышишь о том, что кто-то отпраздновал столетний юбилей. Такое событие можно назвать самым грандиозным в жизни не только этого человека, но и всех его родственников. Несомненно, этот юбилей заслуживает особого внимания. Именно поэтому на празднование дня рождения Ивана Камышина собрались не только родные и близкие, но и представители власти. Подробности в первом материале выпуска. В хуторе Барониковском протокского сельского поселения живёт ветеран Великой Отечественной войны Иван Игнатьевич Камышин. Он родился в далёком 1915 году. У него за плечами большой жизненный путь. На его долю выпала непростая судьба, революция, гражданская и Великой Отечественной войны, суровые послевоенные годы. В его судьбе нашла отражение судьба страны в сложный период её истории. Вместе с народом он пережил лихолетие во время Великой Отечественной войны, нужду и голод. Иван Игнатьевич – пример преданного служения Отечеству. Об этом свидетельствуют боевые награды на его груди, среди которых Орден Красной Звезды, Орден Великой Отечественной войны второй степени и многочисленные медали. В армию Иван Игнатьевич отправился ещё в 1937 году. Служил в пограничных войсках в России, Литве, Латвии и Польше. А когда началась война, был переведён в азербайджанскую дивизию. Войну он закончил в Латвии, а потом приехал на Кубань. Главное, что помогает жить ветерану – это его весёлый и молодой характер, несмотря на свой уже не юный возраст. И был подростком. Поступил на стройку, стал работать в 37-м году. Ну, я хорошо занимался тогда спортом. О, я был спортсменом исключительно. Вот он на руках пошёл, без воодуша, вверх задержал. И на тамбус пошёл, понимаешь. Вот и меня, наверное, и держит спорт. Я спортом занимался здорово. И в 37-м году пошёл, в армию меня забрали. Как я хотел в армию идти, понимаешь. С вековым юбилеем Ивана Игнатьевича приехал поздравить глава Славинского района Роман Синеговский. Он пожелал ему здоровья, добра и того, чтобы юбиляр ещё как можно дольше радовал всех своей улыбкой. Давал мудрые советы и делился опытом прожитых лет. Здоровья вам, здоровья, всего самого доброго. Где наши подарки? Вот наши подарки. Я, наверное, прошусь думать умирать. Всё, конечно. Поздравить с днём рождения Ивана Игнатьевича приехали представители местной администрации, районного совета ветеранов и пограничных войск. Далеко не каждому дано преодолеть столь долгий путь длиной в сто лет. Такие люди достойны уважения и восхищения. Несмотря на свой преклонный возраст, Иван Камышин не теряет оптимизма и радуется каждому дню. Говорит, это и есть секрет его долголетия. Надежда Неткачева, Игорь Ванчуков. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова